Многие мои знакомые, друзья, незнакомые, которых я знал, видел, они, ну, это в основном люди духовно развивающиеся, да, и это люди, те, которые поняли, что жизнь, это не только материальные блага, что, ну, обычно эти люди, которых что-то накрыло, то есть они до чего-то дошли, что-то произошло с ними, и каким-то образом они на это вышли, на это верование, еще что-то там, и, ну, обычно это какое-то событие, что-то с человеком происходит, в чем-то он разочаровывается, и самое, что интересное, эти люди, вот я их вижу, да, мы с ними общаемся, эти люди, они за свою концепцию готовы тебя, на сути, по сути, ликвидировать, то есть это люди, которые могут тебя ликвидировать, они могли бы это сделать, но их останавливает только наши социальные, да, наши, как говорится, гуманные, гуманитарные познания, и то, что это нельзя просто делать, как бы физически. Самое интересное, это происходило всю жизнь во всем мире, все конфликты происходили из-за каких-то религиозных войн, зачастую. Ты не разделил чужую концепцию, и тебя надо уничтожить, тебя надо просто ликвидировать. И то же самое вот с моими знакомыми, друзьями, ты видишь, что когда ты с ними, ну, они тебе рассказывают, просят от тебя ответа, и ты им честно рассказываешь, что ты по этому поводу думаешь, ты видишь их лицо, оно вот таким становится. Вот такое лицо, сука, сука, ты против моей концепции. Вот, эти люди становятся вот такими. Ты разрушаешь понимание их, их мира, ты его уничтожаешь. За это ты можешь поплатиться жизнью. Возьмем, например, люди, которые отсидели, да, и у них тоже есть религия. У них есть религия, называется понятие. И они тебя за это могут убить по понятиям. Это тоже религия, на самом деле, это тоже духовное стяжание, духовный поиск. Обычный материальный человек, их еще и называют атеисты, да, их основная масса зачастую, и они предпочитают жизнь. И они, скорее всего, воспринимут тебя просто как дурак, как сумасшедший. Но убивать тебя, ну, нет смысла. То есть, они предпочитают жизнь. И это менее опасные люди, чем духовно развивающиеся, духовно развитые. Развитые это вообще, они очень развитые. Вот. И таких у меня развитых духовно, их очень много, они еще остались с той жизнью, как говорится, да. И самое интересное, я таким же духовно развитым был. Я помню, как агрессия у тебя внутри подымается против другой концепции. То есть, так это возникают, эти религиозные какие-то конфликты, да, концепционный конфликт его, конфликт концепций. И самое, что интересное, там столько гнева. Потому что человеку больно, твоя концепция рушится, и ты готов за нее сражаться, даже пожертвовать своей жизнью ради вот этой концепции. На самом деле, идиотизм. Ты это только тогда понимаешь, когда ты из этих всех концепций, ты из них начинаешь вываливаться. Они от тебя, как листья, такие отпадают. Как, знаешь, мокрые листья, подсыхая, начинают от тебя отваливаться. Так же и концепции начинают потихонечку, такие. Начинают от тебя отваливаться. И ты становишься осознанным человеком, встаешь на путь осознанности, на путь осознания этой жизни, этого мира. И в этот момент ты уже никого не можешь убить. Ты уже никого не можешь наказать. Ты никого уже не хочешь наказывать. Ни с кем не хочешь сражаться. Тебе... Тебе все равно? Ты живешь... Ты живешь своей жизнью. Ты ее проживаешь. Я предпочел быть именно в этой, не концепции, в этой жизни. Жить. Жить, наслаждаться. Принимать жизнь всю, как она есть. Духовные люди сражаются. Они ее не принимают, они пытаются ее исправить. Они весь мир пытаются исправить. И вот весь мир исправляет друг друга. Попробуй, если ты уже в духовной концепции оказался, попробуй ее осознать, увидеть ее. Увидеть, что она делает. Если ты ее начнешь рассматривать, эту концепцию, и рассматривать другие концепции, ты не увидишь разницы. На самом деле, вообще никакой разницы. Между разными религиями, верованиями, никакой абсолютно разницы нет. Абсолютно никакой. Вообще никакой нет. И когда ты подойдешь в критические, внутренние, начнешь это рассматривать, если еще и займешься осознанностью какими-то практиками, постепенно, ну, параллельно, вернее, то в конечном итоге ты поймешь, что черт, нету, нету, просто нету никакой концепции, нету никакого верования. Все верования, все религии придуманы тем или иным человеком. Это не сверху сошло. Это у человека в голове возникло, и он это распространил на массы. Осознанный человек не может такими вещами заниматься. Он будет распространять жизнь. Он будет рассказывать, как надо, не как надо, как просто жить, как жить, ослаждаться этой жизнью, как прийти к осознанности, как осознавать себя. Просека. Раньше лэп была. Горы. Вон там, там гора. И вон там, где-то километр-полтора. Следующая горка. Попробуй просто осознать то, где ты находишься. В какой концепции ты находишься. Тот, кто материалист обычный, да, неверующий, он тоже находится в концепции, концепции материального мира. Он верит только в предметы, только в вещи. Духовное развитие, да, это тоже этап. Обычно этапы не перескакивают. Материальный, духовный, потом осознать. Ну, наверное, это за исключением. Очень и очень редким, потому что нет, наверное, не перескакивают. Не вижу перескока. Все вначале из материального в духовное. А потом уже все-таки. Ну, то есть нужно вот эту дичь. Дичь вот эту духовную пройти. Реальную дичь. И потом осознанность. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Друзья, пишите. Пишите в ВК, в телеге. Связывайтесь со мной. Кто-то хочет пообщаться насчет осознанности, про пробуждение. Пишите. Встречаемся. Беседуем. Свяжемся вначале. Потом созвонимся, если что. Благо мессенджеров море. Так что, ребята, давайте занимайтесь осознанностью. Есть только миг между прошлым и будущим. Между прошлым и будущим. Именно здесь, тут начинается жизнь. Жизнь здесь. Не там. Не там. здесь. В данный момент. Здесь. И сейчас. И сейчас.